Друзья мои, возможно до вас дошли слухи или вы слышали, что там планируется сервис по подписке на сигналы торговые на срочном рынке от меня. Вот сейчас я хочу сказать, что этого сервиса не будет и объясню сейчас почему. Итак, здравствуйте друзья, здесь Демитков Юрий. Смотрите, мы планировали с Иваном Родионовым переделать бизнес, вот эту биржу для чайников и так далее. И мы многое сделали и планировался сервис по торговым сигналам. Дело в том, что на срочном рынке, я уже говорил, можно заработать очень и очень много. И действительно это так. И я регулярно показываю свои чаты для тех, кто закончил курс по опционам и по фондовому рынку, то есть биржу для чайников. Все это ведется, мы все общаемся друг с другом и там действительно можно заработать. Мы там делимся своими стратегиями, мы показываем друг другу, что можно сделать, что мы делаем прямо сейчас. Но есть одна большая и серьезная проблема. Да, и у нас там в чате по опционам есть люди, которые действительно, действительно, то есть вот они очень хорошо торгуют, очень правильно, они все правильно поняли, досконально и зарабатывают очень и очень хорошие деньги. И казалось бы, ну можно предложить, чтобы они делились своими сигналами, так и предполагалось. Но я с самого начала относился к этому скептически и в общем сказать и не только я. Вот, ну Иван сказал, что да, мы это будем делать, вот, и он начал это говорить даже от моего имени, в связи с чем, в общем-то, ну я запретил ему говорить от своего имени, грубо говоря. Вот так, то есть не надо говорить от моего имени, потому что от своего имени буду говорить только я. Так вот, тот человек, назовем его Палыч, он очень хорошо торгует, очень хорошо и очень успешно, он действительно показывает обалденные результаты. И вообще говоря, у него тоже были сомнения, он говорит, слушай, ну в общем-то сказать, это же огромная, во-первых, ответственность. То есть, когда человек делится вот своими сигналами, своими сделками, когда он делает свои сделки сам, он за это отвечает, он гарантирует. Здесь нужно каждый раз говорить, что ребята, так сказать, как бы, это его сделки, это его стратегия, и у него она получается хорошо, но повторять эти сделки надо, в общем-то сказать, понимать, что есть риски. Сейчас я могу рассказать какие, сейчас я хочу рассказать какие, и он прямо вот, у него были сомнения на самом деле, и я тоже вот, у меня тоже были эти же сомнения на самом деле, вот. И, ну сегодня он мне позвонил, сказал, что, так сказать, не, говорит, я не буду этим заниматься, вот. И правильно сделал, а у меня просто никто не спрашивал, вообще говоря, Иван говорил, что все, мы сделаем так и так далее, то есть мы даже это дело не сильно обсуждали. Вот, поэтому, если вы увидите, что какой-то сервис там от Демиткова Юрия, который делится сделками на срочном рынке, ну и он будет исходить не от меня, то, в общем-то сказать, он не от меня исходит. Ребята, это, дайте мне понять, дайте мне знать, если кто-то будет ссылаться на меня, потому что, потому что срочный рынок, он специфический, и вот эта вот подписка по сигналам, она тоже специфическая, и здесь надо быть крайне осторожным. Дело в том, что срочный рынок, на срочном рынке, можно заработать очень много, но это всегда так называемый скальпинг, то есть есть сделки внутри дня, и, как правило, внутри дня эти сделки происходят. То есть, смотрите, и внутри дня бывают сделки, там, так сказать, 5-10 сделок, понимаете, то есть это первое ограничение, то есть те сигналы, которые даются, они вот актуальны только прямо вот здесь и сейчас, прямо в эту секунду. То есть, человек должен просто показывать буквально свой экран и говорит, вот я сейчас сделаю вот это, и все остальные, значит, повторяют за ним эту сделку. Но, друзья мои, и если кто-то через полчаса открыл телеграм и смотрит, о, сделка, надо ее делать, уже ее не повторить, потому что это скальпинг, и это срочный рынок, потому что цена уже ушла, и через полчаса эта сделка уже, скорее всего, не актуальна. А может быть, уже пора делать обратную сделку, понимаете, переворачивать позицию, и это абсолютно, вот, на мой взгляд, нереально на срочном рынке, потому что скальпинг, скальпинг, ну, это такое дело, что нужно предполагать, смотрите, у каждой сделки есть, ну, какая-то вот, ну, время жизни, то есть мы совершаем сделку в расчете на то, что цена двинется туда или сюда, когда она двинется, через час, через два, то есть обычно внутри дня. Я считаю, что сигналы надо подавать только на такие, ну, как бы на долгосрок, хотя бы на две недели, понимаете? Тогда можно сказать, ну, человек зашел на завтра, эта сделка еще актуальна, вот, потому что тренд, он движется, ну, как-то, ну, более-менее, то есть на двухнедельных, как-то, таймфреймах, грубо говоря, на двухнедельных, вот, колебаниях внутри дня это невозможно делать. Но я-то знаю, что Палыч обычно, он пишет, что, говорит, слушайте, я торгую внутри дня и позицию на следующий день не переношу. Вот в чем дело, то есть, и это правильно, и это правильно, он торгует большими суммами. Поэтому, значит, ну, передавать сигналы, транслировать, это, ну, те, которые идут внутри дня, не получится, получается транслировать сигналы только по акциям, например, по компаниям крупнейшим, у которых, в общем-то сказать, ну, нет таких вот, ну, то есть мы торгуем, когда сигналами, мы торгуем на колебаниях, ну, таких вот, там, типа месяца, двухнедель хотя бы, вот так вот. И именно так построен сервис, модельный портфель, в принципе, это тоже сигналы, и открытие брокер тоже дает сигналы на своем, ну, в личном кабинете вы можете это видеть. Ну, как они дают сигналы? Они дают, ну, там, предположения специалистов, значит, всегда оговаривают, что риски вы берете на себя, то есть есть, вот, все эти оговорки, и они прекрасно, они всегда пишут, что, значит, горизонт, горизонт этой торговой идеи, так сказать, два месяца, три месяца, там, две недели, как минимум, понимаете, горизонт, вот, там полгода бывает горизонт, и люди говорят, вот они сказали, акция упала на следующий день. Речь идет, во-первых, о горизонте от двух недель, актуальность идеи, и они реально подсчитывают вот эти вот, ну, свои торговые идеи, которые они дают, но они проводят честно, абсолютно статистику по всем сделкам, приносят они прибыль или нет, среднюю статистику, и оказывается, то есть, честно пишут, что да, вот, есть прибыльные сделки, есть убыточные, но по сумме получается вот такая вот стратегия, что, ну, принесла прибыль или убытки, там честно пишется, то же самое, я могу сказать, о Палыче. Он тоже честно говорит, что сделки далеко не все прибыльные, далеко не все, так не бывает, и есть у него сделки убыточные, естественно, и у него есть и взлеты, и падения, так сказать, и, ну, когда взлеты, это здорово, это хорошо, это радостно, это можно поделиться, там, 200 тысяч заработал, или 400 тысяч заработал, там, за два дня, такое бывает регулярно, но бывают и убыточные сделки, и да, у него есть своя стратегия, он очень много учился, и он мои курсы просто взял по опционам, просто потому, что они самые дешевые, просто, ну, дай посмотрю, и на самом деле, вот, он участвует просто активно в нашем чате по опционам, поэтому там пытается делиться, пытается рассказать о том, как он это делает, на основе чего, то есть он делится опытом реально, вот, но он делится именно опытом, именно стратегиями, которые, значит, вы сами можете применять, ну, а сигналами делиться, ну, на срочном рынке можно еще как-то на фьючерсах, ну, правда, он и работает в основном на фьючерсах, но вот на опционах, на опционах есть еще одна проблема, это ликвидность, поэтому даже если вы прямо в прямом эфире смотрите, какую сделку совершаю я, это не значит, что такую же сделку сможете совершить вы, потому что цена, там ликвидность такая, она невысокая, и если туда придет просто вот, ну, с большими деньгами, а если я там делюсь ссылкой и моими сигналами пользуются, например, много людей, то эта ликвидность просто не позволит, не позволит совершать сделки, ну, в таком объеме, в таком количестве, и мы, естественно, торгуем только ликвидными, высоколиквидными активами, это индекс РТС, нефть, ну, и, ну, многие торгуют долларом просто, вот, остальные там совсем ликвидность невысокая, и можно только, вот, ну, рассуждать только на больших горизонтах, поэтому было принято решение, вот, Палыч мне позвонил, сказал, что, в общем-то, так сказать, я не взялся бы за это дело, я решил, так сказать, не вести вот эти сигналы, и я думаю, что это правильно, и я тоже с ним согласился, вот именно по тем причинам, которые есть. Итак, друзья мои, я могу сказать, что сигналов от Демиткова и Юрия на срочном рынке, но я пока не представляю, как, то есть они, если и будут, то будут на двухнедельном горизонте, ну, а если не на двухнедельном, то не будет. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Оставайтесь на моем канале, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok